К роботике. Мы сейчас плавно будем начинать со стоп и двигаться вверх, 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 вверх. Но обычно, если честно, все, что касается подготовки, мы укладываем прямо в час. На выполнение элементов прямо обычного времени не остается. Сейчас, как пойдет на самом деле, это все время так говорю, но всякое бывает, когда ты до кувырков делал, доходила там пару раз. Вот. Поэтому положение тела у нас... Сейчас просто расскажу. Ноги на ширине плеч, колени чуть согнуты, таз подкручен вперед, лопатки назад и вниз плеч. Обычно вот эта тема. То есть мы поджимаемся, и здесь у нас сведены лопатки вниз. И смотрим перед собой. Когда сейчас со стопами будем работать, также наблюдайте за руками. Обычно зажим появляется в руках. То есть как стопы работают, у вас руки начинают вламываться. Или в кулаках, или еще как-то. То есть просто, да, обращайте внимание, что раз, но где-то напряжение скинули. Только со стопами работаем. Взъемы. Это, ну, по сути, подъем. Старайтесь обращать внимание, вот сейчас, когда будем протягивать взъемы, на вектор мизинца и безымянного пальца ноги. То есть мы не с пальцами работаем, ну, вот, да, кто-то просто вот как балерины на пальцах стоит. Мы протягиваем вот именно взъем. Поэтому сейчас попробуйте ногу перенести именно вот на взъем и поставить ее прям близко, перпендикулярно к внутренней стороне другой ноги. Да. И потихонечку на выдохе вес переносить на ногу, которая на взъеме. Должно быть ощущение натяжения такого на одну, потом на другую пробуем. Прямо пяточку наружу. Так, чтобы она в перспективе могла коснуться пола. Потом, да. Руки еще... Не могу, замерзли. Вот. Дальше немножко отставляем ногу от ноги. Да, то есть увеличиваем расстояние. И также здесь можно уже попробовать коленку повыпрямлять. То есть поджать коленку, да, и прям вот как будто мы от таза давим на взъем. Кулачки. Прямо если больно, на выдохе и на вдохе снимаем напряжение. Не напряжение, а нагрузку. То здесь вы сами регулируете, сколько вы можете дать на ногу силы. Насколько вы можете ногу подгрузить, здесь вы сами отвечаете за это. Обычно дыхание так останавливается, когда начинается элемент поиска. А потом, ой, я же не дышу, а все напряжение на выдохе мое. И еще дальше вбок. Отставляем ногу. Вот здесь уже начинается уровень опасности. То есть чем дальше, тем страшнее, потому что может быть больнее. Коленку можно, да, выпрямлять. Коленки все смотрят вперед. Да, и желательно, чтобы таз не разворачивался, потому что таким образом мозг хочет просто нагрузку снять. Да, вот, стараемся ровно. И на другую кулачки. Опускаем руки. И на другую ногу. Стараемся на ноги не смотреть, а просто почувствовать. Вот в этом положении уже сложнее просто ногу почувствовать. Хочется посмотреть, что там происходит. Вот, мы стараемся, да, смотреть вперед. Ноги чувствуем. Хорошо. Дальше. Вот ширина плеч. Одной ногой шагните назад. Шагните. Назад. Ага. И за спиной. Вот здесь мы ногу прям совсем не видим за спиной. Аккуратненько также на взъем ногу переносим. И сзади продавливаем теперь. То есть мы сейчас продавливали вбок, а сейчас за спиной. Вот, не смотрим на ногу. Можно поставить ближе. Посмотреть, где опаснее, когда, ну, естественно, опаснее, когда дальше нога. Вы ее не можете контролировать. Ну, сложнее ее контролировать. А когда вот ставите чуть ближе, то уже как-то проще. Прямо в сторону безымянного пальца давления. На одну и на другую также. Это вот упражнение. Кулачки. Упражнение хорошо также для офиса. То есть вот вы сидите, например, офисная, да, какая-то работа бумажная, бутинки сняли, под креслом ноги засунули, прям под креслом продавили взъемы. Очень хорошо. Тоже протягивает всю эту историю. Угу. Прям чувствуете, можете дать побольше. Прям вот в плечи. То есть мы подгружаем ногу плечами. То есть мы плечи дальше отводим за таз, и нога у нас подгружается. Хорошо. И теперь то же самое, но вперед. Ногу вперед вставляем. Делаем перекат с носка. И на взъем. И вперед. Ага, прям больше с пальцев на взъем переходите. Можно ногу ближе ставить. Но только чтобы она на взъеме была. Вот. Угу. И также за тазом следите, чтобы у вас таз не разворачивался. Вот, колено. Прямо. Вот, да, вперед. Вперед, вперед. Ага. Можно на одну. И на другую. Можно пока прям ближе ногу к себе ставить. Да. Чтобы просто... Там больше страхов, на самом деле, чем боли. Ага. Только когда мы вперед протягиваем, мы уже здесь пятку стараемся на пол не ставить. То есть мы уже больше протягиваем вот именно вперед. Там другой вектор давления немножко. То есть вот когда мы сбоку, да, здесь мы пятку стараемся опустить на пол. А когда вперед, там уже стараемся перейти. Вот эту вот линию. Угу. И также обращайте внимание, как у вас ноги работают, как право работают, как лево, одинаково или по-разному. На каком-то моменте у вас, не знаю, ахилл чувствуется, да, вот здесь вот поджимает. На другой ноге по-другому. То есть обращайте внимание, на какой-нибудь ноге прям она не хочет туда идти. То есть там просто она вот на пальцах стоит, а когда взъемы добраться, непонятно. И это все, ну, постепенно приходит. Хорошо. Сейчас точню. Момент. Почему я так написала? Хорошо. Это, видимо, я посчитала, что это... Надо еще время до этого. Вот. Дальше у нас подключается равновесие тема. Мы встаем на одну ногу, а вторую ногу. Поднимаем вверх. Да, уровня 90 градусов стоим. Также смотрим. Можно, кстати, сейчас повернуться в зеркало. И просто, ну, наблюдать, что у вас, что вы не в таком, да, положении стоите, не в таком положении стоите, а у вас плечи и таз на одном уровне. А нога 90 градусов колено. И вот можно руки на крестец, кстати, положить. Так вы будете и поясницу вперед выдавливать. И начинаем вращать голеностопом. Десять раз в одну сторону, десять раз в другую сторону. Вот когда руки на... Здесь есть риск вот в это движение уйти. Вот. Когда руки на крестце ладони, да, вот так вот сложные, то вы здесь больше контролируете именно положение плеча за тазом. На одну. На другую. Можно ногу выше, Сергей, колено. Да. Десять раз по часовой, десять раз против часовой. Стараемся, внимание, все перенести в голеностоп. Чтобы все остальное было расслаблено. Чтобы лишнего напряжения нигде не было. Дальше мы ногу сгибаем в колене и отводим ее за таз. Стараемся, чтобы колено в колено не упиралось. Чтобы между ногами было расстояние. И колено как можно дальше увести назад. Поясницу при этом все равно толкать вперед. Таз толкать вперед. И за спиной продолжаем это движение. Голеностопом. Десять раз в одну сторону, десять раз в другую. Дальше. Колено можно еще дальше. Прям еще дальше. Во! Она же уходит туда. Ну, во! А мы к этому и стремимся. Чтобы у нас не получалось, а чтобы мы, да, дальше шли. Угу. И ножку поменяли. Чтобы мы... Вот у меня даже здесь сейчас выходит бедро. Что вот я, кость. Потому что я полностью стараюсь отпустить, чтобы вот стоять на опорной ноге. Колено при этом выпрямлено. То есть у меня вот здесь, ну, как бы уже страхи понемногу ушли. Я уже как бы не боюсь отпустить. Просто стоять на ноге. Угу. Дальше поднимаемся чуть выше. Колено прямо вот фиксируем хорошо. Колено у нас на одном месте стоит. Сейчас голеностоп стараемся прямо отпустить, чтобы у нас нога болталась. И приходим только на голень. Колено фиксируем и вращаем голени. С максимальной амплитудой. Носком стараемся себе не помогать, потому что есть соблазн. Носок отпускаем, и только голень работает. Также десять раз в одну, десять раз в другую сторону. Здесь мы и стремимся к тому, чтобы мы нашли то, что у нас не получается. Вот в этом как бы кайф. Когда у нас есть, что не получается, значит, нам есть чем работать. То есть мы как бы к этому стремимся. Носком не помогаем, Сергей. Уброт просто болтается он. На одну, так же и на другую ногу. Ищите свою максимальную амплитуду. Тут еще мы хвалим пол. Вот именно вот этот, когда лежат вот эти маты. Потому что на нем делать сложнее, чем просто на ламинате или на паркете. Марш за коленом понаблюдайте. Ходит колено немного на одном месте. И носок расслабляйте. Сергей, носок отпускаете. Вот такой носок. А надо, да, прям повис. Все. И то же самое за спиной. С максимальной амплитудой. Когда вращаем голенью, и когда колено за колено, можно почувствовать вообще вплоть до поясницы. Ну, желательно болевых ощущений в пояснице не чувствовать. Чувствовать усиление. Ну, а до ягодицы, до задней поверхности бедра. Сергей, носок отпускайте. Не помогаем сзади носком. Голень самостоятельная часть тела. Колено за колено. Можно уменьшать количество повторений. Да. Можно, да, не 10, да, у нас как бы, ну, 10 – это такой стандарт. Если чувствуете, что как бы все. Семь, пять, три, но с максимальной амплитудой. Так, ну, как бы мы ищем варианты. С которыми мы сейчас готовы поработать. Мария, пробуйте чуть дальше колено за колено завести. Это возможно, потому что правая нога устойчивее, опорная. Когда стоите на правой, когда левой крутите. Возможно. Это я сейчас не говорю, а так мы это можем пробовать с закрытыми глазами делать. Ну, хотя бы один глаз можно закрыть. Дальше переходим на бедро. Тоже максимально раскрыться. Десять раз в одну сторону, десять раз в другую. Смотрите, чтобы пятка не уходила назад. Что у вас и голень, и бедро на одной линии. То есть вы единым углом это делаете. Что у вас пятка не заходит за спину. В одну сторону и в другую сторону. На одну, на другую ногу так же. Все, что касается ног, это устойчивость жизненных позиций. Поэтому мы ноги достаточно детально разбираем. И прям бьем на кластер. Маша, пускайся в голеностоп. Спасибо. Угу. Хорошо. Дальше возвращаемся к взъемам. Садимся в такое положение. Стараемся мимо пяток сесть. То есть вот в этом положении пятки как бы развести немного в сторону. Ну и ноги не перекрещивать. То есть вот они вот так лежат. Угу. И вот в этом положении плечи отводим назад. И коленки отрываем от пола. И взъемы протягиваем. О. Да, да, да. А вот мы это делаем отводом плеч назад. 10 секунд, 3 подхода. Коленки положили. То есть движение у нас начинается. Отводим плечи назад. Что, больно? А? Попробуем мимо пяток сесть. Мимо пяток. Ноги чуть пошире. Да. И можно сзади придерживаться руками. Вот, да. И вот тихонечко придерживаемся руками. И вот потихонечку отрываем. Короткие, подвздошные и не растянутая внешняя поверхность бедра. Если вот здесь прям, значит короткие, подвздошные, подвздошные. Ну, значит внешняя поверхность бедра. Это вот, она очень хорошо потянется вот на это упражнение. Вот там ты прям. И возможно сначала нужно поделать вот это упражнение. А потом, чтобы вот это вот, ну, не совсем мешало, да, уже вот это вот взъемы потянуть. Как вариант. Ну. Ага, хорошо. Ну, задача поискать. Поискать, как я могу еще на части разделить это упражнение. Да, и не отказаться, а сделать там промежуточное, например. Вот так, например, могу даже без отвода плеч, вот так вот придерживаясь пальцами, да, вот так могу немного колени? Могу, все, вот на этом останавливаемся, значит сейчас с этим работаем. Достаточно. Могу так, могу, могу там на одной ноге поприседать. Кстати, Мария, да и Сергей, в принципе, могут попробовать. Вот эта вот тема, когда, помните, да, сейчас тянули назад, ногу взъем протягивали. Ставим ногу на взъем и начинаем потихоньку на нее опускаться. Колено при этом у нас от земли оторвано. И так же встаем. Пробуйте. Можно за станок держаться. То есть за станок держитесь. Одну ногу назад на взъем и медленно на ногу садимся. То есть ты пока делай вот эти промежуточные упражнения. Не надо. Почему не надо? Без фанатизма, пожалуйста. Коленочка сразу от пола оторвана. Коленочка сразу от пола оторвана. То есть, да, не садимся на нее, а сразу мимо садимся. Мимо. Колено, вот, оно не касается пола на всех этапах. И встаем так же. И на другую ногу. То есть можно медленнее. Раз. Так, на взъеме нормально, да? Дальше поехали. Коленка от пола, от пола, от пола, от пола. Раз. Во-во-во-во. Да, да. Ага. Встаем. Вот. Лучше в сторону ставить. Не так далеко, но в сторону, Маша. Очень далеко ставить сложнее. Вот, можно чуть ближе, но немного в сторону. Так попроще садиться. Так далеко не надо. Так колено очень сложно отрывать от пола. Лучше больше в сторону. Чуть назад и в сторону. Это нужно, ну, последствия для того. Вот, например, толкают у вас, да? И чтобы назад не падать, раз, ножку и сели. Если надо, там, в кувырок назад ушли. Вот. Сейчас. Такое упражнение. Трем носом стенку называется. Стенки забаррикадированы. Там ручка. В принципе. Сейчас мы часть стенки освободим. Ну, вот, в принципе, вот этого достаточно будет. Кто-то сейчас у двери? Более... Ну, как бы, да, у каждого свое. Кто-то, наоборот, чувствует, что я ботинки как будто только что снял. Так, значит, ну, более опытных, я думаю... Галин, у двери как будет? Ручка не будет? На шаге сейчас посмотрите. Эта дверь не нужна, она так сядет. Ты подожди пока, это самое без нас, там не это самое, не приседайся. Значит, упражнение такое. Мы подходим плотно к стене, носками упираемся в стену. Ноги, ну, можно чуть шире плеч взять. Ну, чуть-чуть, да, чтобы прям... Не сразу. Обычно вот как мысль на ширине плеч. Ну, здесь можно взять пошире. Коленки упираются в стену. Грудь, солнечное сплетение. Микрофон у меня. Упираются в стену. Плечи, локти, тоже касаются стены. Голову в сторону. И начинаем из этого положения приседать вниз, насколько можем. Приседаем, приседаем, приседаем. Анастасия, можно вашу помощь, пожалуйста? Когда вы чувствуете, что ваши ягодицы не справляются, спросите соседа, да, ближнего, придержи меня, поприжимай меня к стене. Вот. Раз, съели. До щелчка. Да, до щелчка. Ну, это особенность организма, как бы у меня щелкается все, как бы меня это не смущает. Вот. Ну, как бы, да, я не испытываю болевых ощущений. Это прям как было с самого детства, поэтому... Понятно? Задача здесь на каком-то... Вот до этапа 90 градусов спину прогнуть и вдавливать себя ягодицами в стену. И вот после этого этапа... Кричать. Кричать. Помогите, да. Правильно, спасибо. Вот мне подсказывают наши координаты. Пробуем. Да, солнечным сплетением. Да. Вот так, да. Коленки в стену. Да. Начинаем приседать. Локти все касается, плеч касается стены. Да. Так вот, надо солнечное сплещение прижимать. Да, я не все больше не прижимаю. Давайте. Приседаем. Колени как, нормально? Колени вообще кашу. Все, дальше, дальше. Нет? Болит плечо? Нет. Все. И наверх прям ягодицами себя выталкивать, 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 выталкивать. Вот. Но здесь не получается солнечным. Ну, пока не получается. Пока не получается. Но я вот тоже, Анастасия, прошу. Прям прижимаем сюда и солнышком. Колени не подвижно? Колени, да. Они смотрят, вот носки колени смотрят в стену. Упираются в стену. Еще, еще. Я вас держу, нормально все. Дальше в пол не упадете. А что, больше всего? Нет? Даже никакого. Прям если спину прогибать дальше. Нет? Сейчас. Ноги поуже. Можете поставить сначала? Я вас подержу. Так, смотрите. Вставайте, вставайте. Вот. Голова в сторону. Плечи к стене. Локти разводим. Да. Не должны мешать в нем. Садимся. Вот так, да. Да. И начинаем присаживаться. Поясницу прогибаем. Прогибаем, прогибаем. Назад, назад. Отводим. Садимся, садимся, садимся. Одночок все. Нужно прям прогибаться. Да. И прям ягодицами толкать себя. Наверх. Ну, как бы у меня есть. Вот. Прям стараемся плотно, да, да, прижиматься. Вот. И здесь подключаем ягодицы. Мы ягодицами толкаем, вот, прижимаем себя к стене. Ну, как бы желательно со временем, да, его. Прям прижимать себя к стене силой ягодиц. Вот. И вот здесь, да, я чувствую, что все, я как бы начинаю от стены, по сути, отлетать. О, спасибо. Да, 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 да. Все. Да, и солнышко. Вот, и прямо до конца. Вот здесь мне уже очень сложно, да. Вот они уже отрываются, да. А я даже на этом этапе должна себя ягодицами прижимать к стене. Вот. Вот, ну тоже пока как бы там, вот в этих точках я пока не знаю, как искать. Ну, то есть, так искать со временем только. То есть, там уже внизу очень сложно почувствовать. Да. Поэтому не все сразу. Сейчас это еще не все. Так, мне просто начинает греть. Греть что? Греть все. И, ну, сразу как бы слизистый. Какая штучка? Ну, салфеточка. Греть все. Греть все. Греть все. Греть все. Так. Дальше. Разворачиваемся к стене спиной и отходим на сантиметров 10 от стены. Здесь, по сути, сейчас очень хочется, конечно, ноги поставить на внутреннюю часть стопы. Но задача давить на мизинцы. Прямо на мизинцы. К стене прижимаемся лопатками, затылком, но на стену стараемся не наваливаться. В этом положении колени разводим в стороны и приседаем. Ну, тоже до тех пор, пока можем. Вот у меня пятки от пола оторвались немножко, но желательно, чтобы они также касались пола. Можно чуть подальше встать. И так же ягодицами себя снизу выталкиваем наверх. Сесть. Главное, чтобы колени расходились в стороны. Вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Раз. Докуда можете? Можете вот до сюда? Значит, до сюда пока. Раз. Присели. Продышали. Да, момент. Чуть ниже можете? Еще присели. Главное, чтобы найти ту точку, из которой вы можете ягодицами вылезти. То есть прямо ягодицы. Ягодицами выталкиваете себя наверх. То есть таз подкручиваете. Ищем. Ну, сейчас мы ягодицы еще поищем. В следующем упражнении. Пробуем. А? Не, мы на пальцах не стоим. Ноги разворачиваются на внешнюю часть стопы. Да. Да. Подожди, это сосело. Потому что, наверное, еще начинается. О-о-о. Ох. Ну, там со временем желательно на чем-то прям так сильно не рассчитывать. Потому что, вот если вы сейчас повторите это упражнение с упором на руки, то есть вы стоите к стене. Ну, сейчас поделайте еще. Сейчас покажу. Можно чуть подальше от стенки отойти. Немножко. Ну, смотрите. Лопатки и затылок. Поясница не касается. Ягодицы не касаются стены. А, ну да. Да. Ягодицы, поясницы не касаются стены. Да. Во, прям разводите. Да, коленки. Вот, плечами хотите вылезти. Нормально. Центр тяжести вперед, чтобы, да, вылезти. Вот. А если вы попробуете, в принципе, то же самое. То, что должно происходить у стены. Вот. Руки. Продолжение плеч. То есть, выше плечи не поднимаем. Вот. Стоим от стены. И в этом положении начинаем проседать. Видите, меня дальше не пускают. Пятки отрываются от стены. От пола. Да. И встаем. И поэтому я ищу тему. Я немножко носки развожу. Чуть шире ноги ставлю. И вот здесь уже проще. И вот здесь хочется ноги именно на внутреннюю часть стопы принести. А в идеале, вот, ноги стоят на ширине плеч. И в этом положении надо присесть. То есть, чтобы пятки, как бы, ну, вот сейчас они отрываются. Да. В идеале, чтобы они, конечно, были на полу оставались. Поэтому можно сейчас поискать, что мне нужно, да, чтобы прям, да, сесть. И плечи за тазом, да, встать. Потому что обычно мы приседаем, ну, как бы, ну, это логично, чтобы не вылезти отсюда, надо плечи вперед занести. А здесь именно, чтобы ягодицы найти, нам надо плечи отвести назад, наоборот. Не, Маш, назад плечи. Плечи за тазом. Ближе к стене подойдите. Прямо ладони. Да, то есть вы ближе к стенке. Ближе, 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 ближе к стене. Да, 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 да. И плечи за тазом. Назад плечи уводите. Назад, 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 назад. Можно чуть-чуть шире. А у вас руки прямые были? Прямые, да. А чтобы вы почувствовали, как у вас плечи за тазом-то. Да, вот. Значит, дальше таза. Там, да, плечи за тазом, вот. Он там, далеко. Ягодицы толкаем вперед, а плечи назад. Вот сейчас присед у вас пошел, Сергей. Да, сейчас ягодицы уползли туда, назад. Должны быть плечи назад, а таз вперед, поближе к стенке, да. Чтобы не было соблазнования. Вот, и выпрямляйте локти. Вот так у вас плечи за тазом. Вот так надо присесть. Поэтому пока приседайте, да, до тех пор. Конечно, да. Хочется же устоять. Это присед опять. Вот, это, да, это опять присед, вот чувствуете. Потому что я, когда я на курс пришла, практически сразу после зала. И как бы до меня не доходило. Типа я же, ну как бы, я же все делаю. И у меня мозг не понимал, что, то есть где-то года два до меня доходило, что, значит, плечи за тазом. И там мышцы не подключаются, по сути, там жилы работают. А мы, когда работаем на жилах, мы прокачиваем нашу выносливость и более внутреннюю устойчивость. То есть нас уже как бы продолжительность во времени не так беспокоит. А на мышцах мы и на успешность идем. То есть мы хотим прям победить во что бы то ни стало. И поэтому нас эмоционально начинает заводить вот эта вот тема. Что, мы приседались? Да, мы сейчас уже продолжаем. Все. Давайте дальше пойдем. Это тема такая, да, на поискать. Это, я говорю, это не одного дня и не одного месяца, и даже не одного года. Ну, да, можете еще попробовать сейчас вот эту вот тему. Здесь уже колени вместе. Стоим на носочках. Руки на подвздошных костях. Вот, чуть ниже, на подвздошных костях, пальцы в потолок. Плечи отводим назад, колено упирается в колено и начинаем приседать. И приседаем до тех пор, пока мы сможем, чувствуем, что сможем вытолкнуть себя ягодицами наверх. Раз, ягодицы выталкивают наверх. То есть дальше вы можете в зеркало развернуться и проверить, что у вас плечи за тазом. Что вы не вот так вот садитесь, а таз вперед толкаете, и вот вы садитесь. Вот, вы садитесь. Хочется здесь колено в колено упирается. Потому что если хочется развести колени, скорее всего, вы уйдете вот в эту историю. А здесь вот именно, что вот как можно дальше выталкиваться вперед. И потом ягодицами вылезать оттуда. Вот здесь вот уже четко ягодиц, ну и внешнюю поверхность бедра может тянуть. Все может тянуть. Вот еще, вот с этой стороны. Ну, передняя. Все, передняя. Передняя, задняя, внешняя, внутренняя. Все верно. Вспомнили. Да, да, да. Главное для мозга обозначить, где что находится. Так. Угу. Тут еще и равновесие плюсом. И, ну, тоже геометрия тела. Сложность в том, я говорю, что как, я же теряю равновесие по сути. Зачем мне так делать, если я теряю равновесие? А мы, наоборот, идем туда, где мы теряем равновесие. Значит, нам там есть где работать. А? Там все, да. И когда глаза закрываем, мы еще и перинатальный период прорабатываем. То есть, когда мы не контролировали эмоции мамы, да, когда в животе мамы сидели. Вот. Там же мы не имеем власть, да. То есть, что с нами происходит, что с мамой, то и с нами. Вот. Когда глаза закрываем, мы, ну, по одному из предположений, мы можем чуть-чуть вернуться в эту историю и уже найти устойчивость там, вот, в том, в эти девять месяцев. Вот. Поэтому тоже интересная тема, любопытная. Вот сейчас тоже с закрытыми глазами активно работаем. Ты любопытна, когда просто дело привычки, дело повторений, и сначала очень раздражает. Типа, я не хочу терять равновесие, что бы то ни стало. Я просто не хочу его отдавать. А ты так и будешь его отдавать, если ты будешь, если ты не будешь это делать. То есть, это и решается так, что ты просто делаешь, 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 делаешь. Не хочется, все равно закрываешь глаза, падаешь. Ничего страшного. Нормально. Дальше поднимаемся на таз. Сейчас таз, ягодицы, вся вот эта вот история. Все, внимание только сюда. Плечи зафиксировали, плечи на месте стоят. Кстати, можно тоже в зеркало развернуться, просто контролировать плечи. Еще и как бы со стороны. Плечи ровно, руки расслаблены. И начинаем скручивать таз. Прям бедро заводить под подбородок. На выдохе. Вдох посередине. Прожались. Выдох. Вдох. Выдох. Можно, да, ноги на взъемы, на ребра переносить можно. Сейчас попробуем внешнюю восьмерку. По сути, это движение вперед. Все начинается со скрутки таза, то есть мы таз скручиваем, и вот то бедро, которое смотрит вперед, мы толкаем его вперед и вбок. Давайте сначала сейчас синхронно поделаем. Разворачиваем таз, скручиваем правое бедро вперед, левое назад. Сейчас толкаем правое бедро вперед и вправо. Пришли вес на правой ноге. Из этого положения мы скручиваем бедро левое вперед, а правое назад. Плечи на месте. Левое вперед, а правое назад. Теперь толкаем левое вперед и влево. Толкнули вес на левой ноге. Из этого положения скручиваем правое вперед, левое назад. Толкаем таз вперед и вправо. Плечи сохранили. Скручиваем левое вперед, правое назад. плечи сохранили, толкаем левое вперед и влево, вес на левой ноге, скрутились правое вперед, левое назад, плечи сохранили, толкаем правое вперед и вправо, и вот медленно внешняя восьмерка, плечи сохраняем, таз скручиваем и толкаем бедро. Руки проверяйте. По сути, это похоже на какое-то такое легкое танцевальное движение, но на самом деле, да, мы здесь немножко про другое, мы здесь именно про работу таза отдельно, то есть то, как про функционал. То есть именно, это сложное действие, скрутить, сохранить плечи, толкнуть таз вперед и в нужную сторону. Сейчас задним будем пробовать восьмерку. В принципе, движение аналогичное, только мы толкаем бедро назад, то бедро, которое смотрит назад. То есть мы раскручиваем бедро, левое вперед, правое назад, и толкаем бедро правое назад, потому что оно уже туда, назад смотрит, правильно? И мы толкаем его назад и вправо, и приходим на правую ногу. Отсюда мы скручиваем правое вперед, левое назад. И толкаем левое бедро назад и влево. Пришли на левую ногу. С этого положения скрутили бедро. Левое вперед, правое назад. И толкаем правое бедро назад и вправо. Пришли вес на правой ноге. Скрутили правое вперед, левое назад. Толкаем левое назад и влево. Скручиваем бедро левое вперед, правое назад. Толкаем правое назад и вправо. Скрутили, толкнули, скрутили, толкнули, скрутили, толкнули, скрутили, толкнули назад. Весь акцент назад. И в крайних точках мы скручиваем бедро. То есть это еще и частично на межполушарное взаимодействие упражнения. Все. Больше на координацию, сейчас на усиление, на расслабление поработаем. Надеть обе ягодицы, как они у вас сокращаются и в каких местах. Верхняя часть ягодицы, нижняя часть ягодицы. Да. Вот обе. И вот сейчас находим силу обеих ягодиц. И силу обеих ягодиц выталкиваем таз вперед. Просто внимание переносим на ягодицы, как будто они у нас таз выталкивают вперед. Колени прямые, при этом плечи отводим назад. За таз. То есть вот такое положение. Можно носки отрывать от пола. И назад возвращаемся. Вдох. Ягодицы взяли. И выталкиваем таз вперед. На выдохе. И вернулись. Вдох. Ягодицы нашли. Выдох. Выталкиваем таз вперед. Вернулись. Хорошо. Теперь пробуем отдельно найти и правую, и левую. Отдельно правая. Отдельно левая. Ягодицы, не плечи. Угу. Теперь смотрите, мы попробуем вытолкнуть таз вбок силой одной ягодицы. То есть для того, чтобы нам толкнуть таз влево, нам нужно левую ягодицу освободить, а правую напрячь. Мы напрягаем правую ягодицу и выталкиваем таз влево. Плечи сохраняем. Из крайней точки идет смена. Нам нужно правую освободить, а левую напрячь. Освобождаем правую, левую напрягаем и выталкиваем таз вправо. Вытолкнули. Смена. Левую ослабляем, правую сокращаем. И выталкиваем таз влево. Правую расслабляем, левую сокращаем, выталкиваем таз вправо. Смена. То есть в ту сторону, в которую выталкиваем таз, она свободная. Одну напрячь, другую расслабить. Хорошо. Сейчас попробуем на усиление ягодиц круг перед собой нарисовать. Давайте сейчас пойдем по часовой стрелке. Посмотрите, мы сейчас вытолкнем таз влево. Потом вытолкнем таз вперед силой обеих ягодиц. И потом вытолкнем таз вправо. И вернемся в исходное положение. Левую освобождаем, правую сокращаем, выталкиваем таз влево. Вторую ягодицу подключаем, выталкиваем таз вперед. Правую расслабляем, левую сокращаем, выталкиваем таз вправо. Меняем. Правую напрягаем, левую расслабляем, выталкиваем таз влево. Вторую ягодицу подключаем, выталкиваем таз вперед. Вправо. Правую расслабляем, левую напрягаем. И еще смена. Правую напрягаем, левую расслабляем, выталкиваем таз влево. Обе ягодицы вперед. Обе ягодицы сокращены. и вправо. Правую расслабляем, левую напрягаем и возвращаемся в исходное положение. Это вот мы сейчас на усиление прошлись. Сейчас на расслабление. Первое движение, которое у вас сейчас будет происходить, это движение тазом. Мы отводим таз назад. Отводим таз назад так, чтобы почувствовать расслабление задней поверхности бедра и до ягодиц у кого доходит, у кого нет. То есть первое движение, это движение тазом. И задача просто на задней поверхности повиснуть и повисеть. Просто почувствовать растяжение в задней поверхности бедра, в икрах, в ягодицах. Можно несколько подходов сделать. Но это такая на самом деле привередливая тема, что у кого-то напряжение в пояснице переглушает все. Кому-то прям нужно постоять подольше, чтобы почувствовать, что что-то начало происходить. Но мы вот растягиваемся до того момента, да, все, как бы дальше мы будем падать. Можно, кстати, взяться за станок, более закрепленное место найти. Вот здесь. Вот здесь у угла, кстати, хорошая тема. То есть вы беретесь за станок, прям держитесь, и также начинаете таз отводить назад. Вот, вас руки держат. И вот здесь обычно, ну, многие чувствуют лучше именно вот это вот растяжение, потому что вы не падаете, вы себя держите и можете поработать с задней поверхностью бедра. Кто-то с поясницы начинает искать, то есть кинуть с нее напряжение. Это прямо такая тема про поискать, чтобы расслабилась задняя поверхность бедра. Попробуйте, поищите. Чуть ближе к станку встаем, и первое движение, которое начинают делать, это начинает таз отходить назад. Таз отъезжает назад. Колени прямые. Прямо прямые колени. Потом корпусом не надо вот этот вот дожим делать специально, он ничего не даст. Без, без. Я говорю, все индивидуально. То есть я не встречала пока, вот, по крайней мере, в этом упражнении людей, у которых было бы все идентично здесь. Вообще ноль процентов пока. Поэтому, видимо, вот сейчас, в нынешнее время, это такая неведанная, неисследованная часть, как ягодицы и задняя поверхность бедра, ну, поскольку все-таки все равно активность, она либо искусственно поддерживается, там, в спортзале, да, в основном люди сначала сидят, как бы, да, на рабочих местах, потом в спортзал съездят. Ну, как бы, а в быту это очень редко используется. Что-то взять, что-то перенести, там, например, за водой сходить, дрова наколоть, белье вручную постирать, это все как бы, ну, ушло. Поэтому нам ягодицы, по сути, не нужны. Ну, там, сфотографировать, да, нормально все. Вот. Раньше это имело прикладное, сломалась колка для орехов. Давай ягодицами будь добры. Сейчас попробуем в бок расслабить эту тему. То есть так же, как мы в бок продавливали. Сейчас будем в бок расслаблять. Задача вектор – сдвинуть немного в бок и назад. И просто вот повиснуть на бедре, на ноге. Вот. А здесь, да? На одну и на другую. Просто раз. И повиснуть. Вот. Ну, женщинам – это более близкая тема. Особенно, ну, вот, такого советского времени, когда был стационарный телефон, да, ну, вот так примерно все время говорила. Да, ты говоришь все время. Вот. Ну, вот, кости могут вылетать. Да. Это бедро может выходить. И теперь полный круг нарисуем. То есть вот сбоку расслабили, сзади расслабили, и с другого бока расслабили. И вернули в бок, сзади, другой бок. В одну и в другую сторону пробуем. Против часовой и по часовой стрелке. Потому что бывает, с одной ноги лучше расслабляются, с другой ноги хуже расслабляются. Задача – синхронизировать стороны. Хорошо. Теперь мы эту историю соединим. То есть мы будем рисовать один большой круг. На напряжение и на расслабление. На напряжение и на расслабление. Сейчас под диктовку. На первоначальное положение тела. Сейчас на усиление пойдем. Справа ягодицу сокращаем, слева освобождаем. Выталкиваем на усиление таз влево. Отключаем вторую ягодицу, выталкиваем таз по диагонали, вперед. И вправо. Справа ягодицу расслабляем, левую сокращаем. Здесь переходный момент, когда нам нужно с напряжения перейти на расслабление. Раз, отпускаем правую ягодицу. Назад отпускаем обе ягодицы. И слева отпускаем левую ягодицу. Опять переходный момент, когда нам нужно с расслабления перейти на усиление. Правую ягодицу сокращаем, левую освобождаем. Выталкиваем таз на усиление, переходим. Включаем вторую ягодицу, выталкиваем таз вперед. Вправо. Левую напрягаем, правую расслабляем. И переходный момент, переходим на расслабление. Отпустили правую ягодицу. Назад расслабляемся. И слева расслабляемся. Сейчас внимание, в другую сторону пойдем. Расслабляются обе ягодицы. Сейчас вправо идем. Обе расслабили. Правую расслабили. И внимание, сейчас на усиление пойдем. Левую сокращаем, правую расслабляем. Переходим на усиление. Вторую ягодицу подключаем. Выталкиваем таз вперед. И влево. Правую напрягаем, левую расслабляем. Переходим на расслабление. Отпускаем левую ягодицу. Обе. И правую отпускаем. Вот. Это полный круг. Мы плавно переходим с усиления на расслабление. Так же, в принципе, в работе происходит. Там, где нужно, я усилился. Там, где нужно делегировать. Где я могу, да? Что-то. Расслабился. Усилился. Взял на себя ответственность. Расслабился. Чтобы, ну, эмоционального горания, да? Человеку. Когда мы постоянно на мышцах гоним, гоним, гоним. А потом я в отпуск пойду. Я не могу. Вот. Настя, сколько времени? Без шести минут? Здорово. Быстро. Сейчас с плечами разберемся. Видите, сегодня до плеч дошли. Каждый раз, да. По-разному. Плечи. Так же, как и таз. Сейчас скручиваем одно плечо под подбородок. А второе за спиной. Работают оба плеча. Одно скручивает нас вперед, другое назад. Выдох. В середине вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Хорошо. Кромысло следующее упражнение. Одно у нас тянет вверх, другое вниз. Одно вверх, другое вниз. Одновременно. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Здесь могут прям хорошо чувствоваться боковые спины. Ну и даже в какой-то степени трицепс. Потому что особенно вот нижняя рука, когда тянет, вот здесь прям может активизироваться. Хорошо. Теперь скручиваемся одно вперед, другое назад. Вот, кстати, такое плавучее упражнение. Как это кроль называется, да, когда мы так плывем? Да, потому что бросаем у нас обе руки, да? И одно назад, другое вперед. У меня в направлении. То есть позвоночник прямо, ходит только плечи. Смотрим вперед. То есть позвоночный столб прямой. Как будто плечи только вокруг него вращаются. Хорошо. Лопатки сводим. Максимально вверх поднимаем плечи. И максимально вниз сводим в нижней точке. Вверх. И вниз. Вверх. И вниз. И еще вверх. И вниз. Остались в нижней точке. Максимально в нижней точке свели лопатки. И скручиваем вперед плечи. И назад раскручиваемся. Максимально вперед. И назад. Теперь бросаем. К ушам вперед вниз. К ушам вперед вниз. Не бросаем. Бутерфляй. Знакомимся с направлениями плавания. Ага. И теперь на спине. Как будто. У нас это червяки. Мы называем, да. Потому что есть такое упражнение червяки из положения лежа. Когда мы ползем вперед и ползем назад. Ну сейчас мы на спине ползем как будто. На полу. На полу, да. Это фасциальная растяжка, да. Упражнение с фасциальной растяжки на плечевой пояс. Так. Ну и давайте еще зафиналим одним упражнением достаточно. Таким альтернативным его исполнением. Руки кладем на лопатки. Да, да, да. Вот. Следим, чтобы локти были выше плеч. И ладони за плечами максимально. Тоже здесь немножко будет на нейронной связи. Ну ручки не опускаем. Да, вот стоим, привыкаем. Руки держать на лопатках. Скручиваем правую кисть. Такое движение круговое. Внутрь. Правый локоть. И еще нашли правый локоть. И полный оборот руки. Еще разочек. Левая сторона у нас будет раскручивать. Левая идет вниз. Раскрутили. И еще разочек вниз. Раскрутили. Дальше локоть раскручиваем. Только локоток не падает. И кисть раскручивает. Теперь слева направо пойдем двигаться. Левая внутрь. Только, да, пальчики вместе собраны. И стараемся только запястье включить. Пальцы не гнуть, да? Не так, не так, не так. То есть это не такая волна. Пальцы прямые. Скрутили. Локоть. Тоже запястье не гнем, когда крутим. Четко. И внутрь прямая рука. И левая. Точнее правая раскручивает. Ага. Еще раз. А мы раскрутили. Локоть. Еще разочек. Локоть вниз, к себе, наружу. Да. В принципе, это выглядит последовательно. Раз, два, три. И раскрутили. Закрутили. И раскрутили. Чуть быстрее. Да, это именно на межполушарной. Ну и на лопатке тоже, да? Когда вы можете руки долго держать на лопатках. Так, у нас рефлексия. Это обратная связь после занятия. То есть простые вопросы. Как вы себя чувствуете? С чем зашли? С чем вы ходите? Если готовы сейчас сказать пару слов. Подсъемку, не подсъемку, по вашему желанию. Если можно, то будем очень рады. Если нет, ну, ничего страшного. Готовы? Давайте. Да, да, да. То есть вот микрофончик. В него просто можно договорить. А снимать бы. Зашел нейтрально. Как бы ничего такого не было. Я имею в виду там что-то каких-то, дисбалансов, еще что-то такое. А, как вы говорите, с чем вышел? Ну, поскольку в жизни не используешь то, что сейчас прорабатывали. Небольшая такая, ну, я не скажу, что зажатость, но что-то в этом роде. Ну, связки, не задействованные, наверное, в жизни или что-то такое. Просто вы обратили внимание? Да, да, да. А по итогу с чего вы ходите? То есть вы просто обратили внимание, что, да, где-то что-то там... Да, не работает, да. Не работает в обыкновенной жизни. А выхожу, затрудняюсь ответить честно, с чем выхожу. Что-то поменялось или нет в эмоциональном состоянии? Нет, хочется заниматься просто. Нет, 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 не в смысле там аренды, а я имею в виду вообще по жизни заниматься. Потому что, ну, по-другому чувствуешь свое тело. В обыкновенной жизни практически не хозяин своего тела. Оно как-то на автомате работает, работает, тебя несет, куда тебе нужно. А сейчас как бы вот хочется управлять, как автомобилем. Спасибо. Ну, вначале была нейтральность. Также после занятия ощущение теплоты тела, проработки от стоп до плеч, это ощутилось. Скручивания в корпусе были довольно яркие внутри. Ну, вот проработка, соответственно, мы соединили стопы и плечи, и за счет корпуса мы... Именно скручивания корпуса мы соединили вот эти два элемента от стоп до плечей. И, соответственно, ощущение теплоты в теле, как вначале начиналось от стоп, как будто были надеты какие-то ботинки до голени, ну, соответственно, до плечей. И состояние, ну, как после любого занятия с телом, ну, приятное. Вы тренера работаете? Да. А что, какое направление? Йога по методу Айнгара. Да. Ну, чувствуете. Да, всем спасибо большое. А есть какое-то отличие, вот, то, что сегодня занимались, от тем, что вы преподаете? Ну, есть скорость в том, что отстройка тела, ну, проработка его детальной инструкции к телу, внимание к телу. В то время как еженога на направлении йоги, в то время как другие направления просто этим преподаватели занимаются, а люди пытаются. Здесь же вот постоянный контакт ученика с учителем, но вот именно за счет функций и внимания каждому ученику. Каждому, да, ученику, важно, чтобы вы показываете, где делают какие-то контакты, по эффекту в теле. Ну, и по эмоциональности, может быть, по эффекту в теле. Да, ну, йога, она заканчивается шавасаной, здесь же так шавасаной не было, поэтому, да, есть. Ну, теплота в теле, ощущение сознательности. Да, теплота есть. Ну, то есть, да, мы стараемся не впадать в какие-то там пространные, да, там, в эзотерику, да, а просто мы позанимались, физика работает, работает, тепло стало, стало, все, как бы ничего больше, кроме физики, нет. Вот, а у нас вместо шавасан, у нас рефлексия. То есть мы, да, как бы сразу делимся, да, что-то. Ну, хочется, если есть такая фраза, держите меня сильно, сейчас держите меня сильно. Сейчас Маша в лес, блин, 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 8 километров по горам. Очень замечательно там, правда, ветрено, но ничего, уже все, уже, уже, уже все же как бы. Все ли еще хотите дополнить что-то? Спасибо большое. Да, Галина, как вы сегодня. Здравствуйте всем, я сегодня хорошо, я прям ехала сегодня в автобусе, очень неудобно сидела и знала, у нас 100% уверена была, что я сейчас приду и все вот это вот, всю зажатость, вот вообще всю заскорузлась, скажем так, я все уберу. Вот так оно и вышло. Вот, потому что прям все, да, теплота, вот именно что, ну, она всегда присутствует, тепло в теле, постоянно. Даже иногда бывает прям вот чувствуешь, что даже где-то вот аж горит, вот в некоторых местах там ногах. Там в автобусе тоже есть очень много способов, как раз-таки можно ягодицы сокращать на сиденье. Я понимаю, ну, там я была как в люльке, оно все время, я сползала, в общем, вышло как, не знаю кто, ну, понятно, что можно, 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 можно. Ну, я не стала в автобусе ничего предпринимать, знала, что сейчас будут занятия, и я все исправлю. Вот. Ну, а так все, все как, для меня все как всегда хорошо. Началось и завершилось. Вот. Стаза нормально. Все, эти восьмерки я, я наконец-то усвоила. Они у меня уложились. Ну, именно процесс восьмерок. Вот. Нормально. Ну, пока вот это вот по стенке приседать, это еще, конечно, надо работать. Это сложно. Да, да. Там эмоционально как-то больше интерес или как-то раздражение? Нет, раздражения нет, нет, совершенно нет. Просто я понимаю, что я вот села, Настя, мне там предел же, а встать, понимая, не могу. И не включается вот эта ягодица никак. Никак, никак не включается. Вот прям вот ведет опор руками на ноги, чтобы подняться. Вот. Нет, раздражения нет. Я понимаю, что надо просто дольше, чаще все это делать, и оно щелкнет. Вот. Поэтому так вот. Спасибо всем. Спасибо. У нас тоже кратко инструктор, тоже дает рефлексию, обратную связь. Так, добрый день. Сегодня благодарю всех за тренировку. Это какой-то новый опыт, и, наконец-то, у меня получилось успокоиться. Ну, то есть просто, да, как говорят, что где есть области каких-то незнаний, очень хочется быстро проскочить их, ну, скорее бы, чтобы все это закончилось и так далее. Вот. Сегодня, как по моим ощущениям, получалось замедлиться там в всех областях, которые мне, как раньше казались, которыми нужно работать, которые получаются не так хорошо, как другие аспекты тренировочного процесса. Вот. Сегодня прям как-то в них такая уверенность, спокойствие обрелось. Вот. И удавалось по ощущениям тоже быть сконцентрированной по вниманию на протяжении всей тренировки. Вот. И появился такой процесс, скажем так, изучения и интереса. То есть исследование. Так, вот это, может быть, попробовать, а вот это вот если попробовать, то как попробовать? Вот. В принципе, система-то выстроена, она есть. Есть последовательность упражнений и так далее. Но опять сегодня уже постфактум обратила внимание, что не уделили внимания должного коленям там в одном упражнении. Вот. Но, в принципе, в других упражнениях мы тоже колени активно проработали. Вот. Поэтому сейчас, наверное, такое больше ощущение благодарности и воодушевления. Вот так вот скажем. Вот. Со следующей недели, предположительно, мы в городском саду, и время тренировки может быть изменено. Ну, предположительно пока что. Поэтому следите за новостями в группе, в ВКонтакте, в Телеграме, в группе Ватсапе. Вот. Так что до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok